Приветствую вас, смотрите, смотрите, значит, вы пишите, влюбилась очень сильно, без шансов, умираю. Влюбленность, как таковая, это всегда идеализация. Вот, не побоюсь этого слова, да, 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 да. И то, что вы, например, чувствуете сейчас, значит, это вот и есть идеализация, то есть вот вы за всех сил пытаетесь идеализировать своего мужчину, вот, которого вы любили. А идеализация, это что, что такое, что такое идеализация, да? Идеализация, это когда человек наполняет, наполняет, значит, смыслом, да, наполняет своими желаниями, наполняет отколосками своих желаний, а личность другого человека. Вот, что вы делаете благополучно, вот, чем вы благополучно, собственно, и занимаетесь. И, в общем-то, первое, что нужно, это избавиться от идеализации, первое, что нужно, это вот как раз. Перестать идеализировать, понять, что стоит за вашими желаниями, понять, что стоит за вашими чувствами, вот. И тогда уже, соответственно, будет ясно, что с этим делать дальше, вот. Далее, почему вы считаете, что без шансов? Если вы влюбляетесь в мужчину, если у вас появляется, так, условно скажем, притязание на мужчину. Не свободного, то, ну, как-то вот всегда возникает вопрос, а насколько вы, собственно, отношений хотите сами? И хотите ли вы вообще отношений? Вот. Интересны ли они вам? Потому что, ну, вот, мне, например, кажется, что неинтересны, в глубине души вы боитесь, возможно, даже, серьезных отношений, ибо, в противостоятельных случаях вы бы, ну, просто, вот, не обратили бы внимания на человека, с которым вы как говорите, у вас без шансов. Вот. Дальше, вы говорите, что вы умираете, вот, а вопрос возникает сразу, конечно же, от чего вы умираете? Так что, вот, что вы вкладываете в это вот, а, слово сочетание, да, я умираю. От чего я умираю? Что вам хочется. Что вам нужно. В чем вы нуждает сейчас? Вот в чем, в чем конкретно, да, вы нуждает сейчас? Это важный момент, это крайне важный момент, который, собственно говоря, определит дальнейшее ваше действие. Вот. Ну, тут, конечно, есть вариации определённые, но всё он, то он, то он, то он, то он, то он, примерно так. Примерно так. Дальше, вы говорите «хочу», значит, что делать, да? Вы спрашиваете нас, что делать. Ну, вот опять, опять вопрос, к вам вопрос. Что делать, чтобы что? То есть, вот, цель-то какая? То есть, если мужчину завоевать, например, ну, это одно, если вы хотите завоевать мужчину. Если в себе разобраться, например, это всё-таки немножечко другое. То есть, вот, ключевой момент, ключевой момент, он, наверное, всё же в этом, чего я хочу. В чём я нуждаю? Что мне нужно? Ну, это вот те моменты, на которые вам очень желательно было бы обратить своё внимание. И признаваться, признаваться человеку в любви, признаваться человеку в своих чувствах можно только в том случае, если, 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 вы от него ничего не ждёте, то можно признаваться в таком случае. Если вы уверены, если вы уверены в том, что вы закатите от него чего-то, если вы уверены, что вам нужно от него чего-то, то признаваться не нужно. Будет только хуже, будете чувствовать себя униженный, будете чувствовать себя, ну, немного, не мало, раздавленный, вот. Ну, так, ничего хорошего. Ничего. Вот. Да, это жестоко. Я с вами согласен, это жестоко, но это правда. С по крайней мере. С по крайней мере, это правда. А вы, на мой взгляд, живёте в мире, знаете, и люди, пока, пока что. Вот. Вот. Которые лечат в основе, в основе которых лечат ваше, как правильно сказал мой коллега. ваше желание быть любимой. Вот. То есть, ну, то есть, вы хотите, вы хотите быть любимой. Вот. И, в общем-то, вопрос, который я хочу вам задать, да, так всё-таки, всё-таки, с чего вы хотите? Что-то сделать для человека, например, или получить что-то от него. Вам лучше будет признаться, признаться себе в этом. Вот. И от этого уже можно, в принципе, будет отталкиваться в дальнейшем. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Definитив. Привет. Актидак